В дикой природе рулит альфа-зверь, но и у них бывают состояния аффекта. Зов инстинкта — это борьба за выживание, территорию, но иногда животные теряют контроль и безумствуют без причины. Слон может быстро бегать, птица заклюет змею, буйвол затопчет льва, гиппопотамы загонят аллигатора. Хотите увидеть 15 беспрецедентно диких сцен? Тогда присаживайтесь поудобнее. С вами «Царь зверей». Да начнется охота! Удав и кролик — день чудесный. Змеи не склонны к истерикам. Чем скромнее размер, тем реже атаки и чаще защита. Пока зайчик глядел на солнышко, змея решила напасть. Финал покоен, как сытый удав. Но зачем он пытался залезть в рот добычи? Предупреждая врага, змеи шипят и шумят погремушкой. Но им присущ каннибализм. Чёрный аспид легко убил питона. Не откусывай больше, чем можешь проглотить. Это не про рептилий. Они любят поесть впрок на сезон вперёд. А то и год, если жирной анаконде удастся заполучить капибару. Упитанную речную свинку. Мангусты. Мангусту неведом страх. Он бросается на кобру и побеждает в поединке. Её выпады только распаляют его. Сцена происходит днём в гостиной дома, за диваном. Он ловко уклоняется от всех змейных бросков и атакует сзади. Диета мангуста – это змеи, ящерицы, мыши и растения. Ну и рожа, хочется сказать. В непривычной среде у мангуста может снести крышу. Вместе со змеиной головой в его пасти. Вараны-гиганты. Комодский варан и впрямь похож на комод. Медленный и громоздкий. На деле это машина для убийства. Обезьяны, попугая и всей компании. Секрет в секрете. Они выделяют парализующий жертву яд, от которого она умрёт позже. Или её съедят раньше, как этого оленёнка. А потом и кабанчика в придачу. И пары зубов достаточно. Зебры. Чёрно-белое кино. Какое зеброобразие. Мы часто видим зебр жертвами хищников. Но они не так беззащитны. Удар копыт зебры по мощности сравним с наездом автомобиля. Волшебный пендель отшвырнул бородавочника. Тот оглушён и пребывает в болевом шоке. Полосатая лошадка может нестись со скоростью 65 км в час. А её костюмчик – идеальный камуфляж в зарослях. Зебра не убегает от гиен. Видимо, они её взбесили. Разгон и гиены позорно бегут. Зебры безбашены. Стремятся повредить сопернику задние ноги. Могут нанести смертельный удар сородичу. Или по-приятельски укусить человека. Белки. Белочка. Она же горячка белая. Населяя территорию вплоть до Антарктики, белки не перестают работать рисцами. Это нон-стоп-фреза. И даже укусы змеи безрезультатны. Ядра чисто изумрут. Эти белки всех сожрут. Учась защищаться, белки прекрасно натренировались нападать. Скачущую зигзагом белку не догнать и не раскусить. Даже кобри, желающие пообедать бельчатиной. Эти противники равны в скорости. Горностаи. Горностаи – циркачи по части охоты. Сначала бешеный танец, а потом мёртвая хватка и цоп. Уже волочит тушку зайца. Горностаи впивается зубами в горло, чтобы обескровить потерпевшего, даже догоняя и повисая на его теле. Не верьте их размеру. Горностаи – жестокие хищники. Альбатрос – это звучит гордо. Отчайка – нет. Им всё равно, что съесть. Кролика целиком, крысу или белку. Защищая гнездо, они ведут себя отчаянно и жестоко. Бородавочники. Бородавочники агрессивны сами по себе. У них это на мордах написано. Вид такой – не подходи, убью. Но их жизнь – пастбище, а не охота. Рыло на то и дано, чтобы рыть. Закрученными бивнями удобнее выкапывать съедобные корни. Взрослый самец бросается на новорождённого оленёнка. Одним словом, свинья и в Африке свинья. Самцы дерутся, сцепившись бивнями, чтобы сильнее ранить противника. Неожиданно бородавочник даёт отпор напавшему леопарду. Тот явно не собирался летать. Но его круто пошвыряло. Незаколбашенный свин с достоинством уполз живым. Поморники. Птицы-поморники не брезгают и помойкой. Они неразборчивы в еде. Могут напасть на молодых пингвинах на глазах у стаи и сожрать себе подобных, вытряхивая душу из пернатого неудачника. Ягуары. Ягуары устремляются в экстрим. Их страсть – охота. Они ищут не только свежую, но и интересную добычу. Кто зазевался, зубы сабли вонзаются молниеносно. И даже принц зверей способен на подлость. Он тихонько подплывает сзади и нападает на каймана со спины. Крупная рептилия беспомощна. Силы у ягуара достаточно, чтобы содрать с крокодила кожу на чемодан. И этот крупный котик не боится искупаться ради дела. Свирепые шимпанзе. Приматов не назовешь глупыми. Они работают с инструментами. А люди недалеко ушли от них по строению ДНК. Где они взяли мертвую белку, неясно. Но явно хотят продемонстрировать жестокость зрителям в зоопарке, играя с ней как с тряпкой. Агрессивный шимпанзе — это гнев Кинг-Конга в миниатюре, но не менее опасный. Легко могут напасть и укусить человека. Обезьянья, злобная маска, страшна сама по себе. Смотрите, как они общаются с енотом. Чем меньше жертва сопротивляется, тем грубее их поведение. Прямо как мы. Но плюс к кулакам их зубы. Тоже оружие. Наши шансы не равны. Гип-гип, ура! Гиппопотамы — победители по части злобных эскапад. Одни из самых опасных животных на планете. Третье место среди тяжеловесов. Являясь жертвами хищников, в ярости они превосходят своих естественных врагов. Гиппопоши отбивают антилопу у стаи диких собак, чтобы самому прикончить ее в грязи. Когда разъяренная туша в 1800 килограмм несется на вас со скоростью автобуса — это хоррор. Как вам сцена, когда гиппопотам в погоне за лодкой выпрыгивает из воды, как водяной, которому летать охота? Люди их тоже раздражают. Эту жуткую физиономию скоро не забудешь. Бешеные слоны Слоны нередко нападают на людей. Как выяснилось, мы им просто неприятны на запах. Они очень искусно находят слабое место в проволочном ограждении под напряжением, чтобы ночью похозяйничать на рисовых полях или банановых плантациях. Уничтожают урожай, рушат постройки и давят людей в приступе неконтролируемой агрессии. И средств защиты, кроме электрошока, от них пока нет. Слоник недобрый. Он просто не хищник. Но в нем есть 6 тонн агрессии. Очень жестокий междоусобицы между самцами в брачный период. Нередко со смертельным исходом. Так что от слонов пощады не жди. Они замочат и крокодила, защищая группу с детенышами. Еще страшнее раненые или больные слоны. Они просто вне себя. Буйвола снесло бивнями, как танком. Обезумевший слон не остановился, пока не затоптал его до смерти. Слон прекрасно контролирует позиции. И носорогу Рок не помог. Вот такие животные в состоянии аффекта. С вами был Царь Зверей. Увидимся в следующем выпуске.